Ежегодно в Бобруйске строится тысячи квадратных метров жилья. По результатам первого полугодия 19-го возведено 7 многоквартирных домов, а это более 27 тысяч квадратов. Из них больше половины с господдержкой. С доведенными показателями город справился только на 67%, а это значит, что строителям придется наверстать. Наверстать, конечно, будем. В третьем квартале всего предусмотрено 18 многоквартирных жилых домов ввести и индивидуальное жилищное строительство также подтянуть. Однако от скорости исполнения работ не должно страдать качеством. В возведенных новеньких домах после издачи в эксплуатацию зачастую обнаруживаются недостатки как внутри подъездов и квартир, так и на прилегающей территории. Чаще других жалобы новоселов связаны с отделкой и комплектующими. В каждом конкретном случае мы разбираемся отдельно и принимаем решения и стараемся устранить те имеющиеся недостатки в установленные сроки. Однако, как показывает практика и анализ обращений, большинство этих обращений не связаны со строительными недостатками, а с тем, что жильцы дома не знают правила эксплуатации жилых помещений, либо разрешение этих вопросов, которые обозначены в обращениях, не входит в компетенцию застройщика, а связаны с разрешением эксплуатирующей организации. Дом 76 на Днепровской флотилии – яркий пример того, что многочисленные обращения к застройщику и в исполком были из-за поставки некачественного стройматериала, а именно линолеума. Строительная организация решила общую проблему своими силами. Дом был сдан у нас в сентябре месяце, и буквально где-то через недели-две-три эксплуатации этого дома начали поступать жалобы по качеству линолеума. ДСК именно за свои средства поменяли полностью. По всем обращениям 100% весь линолеум на сегодняшний день. Пока идут разбирательства, экспертизы, и все с этим связано по качеству данного линолеума. Не стоит забывать, что при вселении в новостройку и у жильцов есть обязанности. Владелец квартиры должен заключить договор на газоснабжение и техобслуживание, а прописанные лица старше 12 лет должны пройти соответствующие инструктажи. Они займут не более часа, зато исключат неприятности в будущем. После заселения жильцы, скажем так, начинают двигать плиту произвольно и устанавливать ее относительно своих потребностей. Расстояние от счетчика до горелки, до оси горелки плиты должно быть не менее 40 сантиметров. По тепловой части новоселам придется научиться пользоваться оборудованием, ведь в каждой квартире стоят индивидуальные приборы учета и регуляторы. Он может себе регулировать больше температуру, меньше температуру, в зависимости от того, как ему нравится, соответственно, за это и производится оплата. С каждым жильцом заключается договор на обслуживание, так как этот дом будет обслуживаться в ПЖФ Первомайского района, где проводятся инструктажи, что касается электробезопасности, газобезопасности, теплоснабжения, все это в комплексе. Государство заботится о том, чтобы молодые семьи и многодетные улучшали свои жилищные условия. В стране создаются специальные программы. Но не стоит забывать, что сохранность имущества и безопасность дома зависит от каждого. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.